Привет рыболовы наши дорогие подписчики и зрители сейчас я попытаюсь прокомментировать то что вы видите под водой в силу того что я видел над водой во время рыбалки вот сейчас посыпалась закрыга прикормка утром пришли мы закрешили луночку сыпется прикормка хотя вы видите на дне лежит очень много старой прикормки еще тут уже луночка работает 3-4 дня подряд и соответственно рыба уже не успевает выбрать весь корм пока ее и не видно давайте посмотрим что будет происходить дальше вот появилась рыба видите она лениво плавает никакой реакции на насадку на крючке на мормышке подплыла посмотрела и дальше и даже не кормится она за ночь наелась достаточно вот почему нельзя перекармливать лунку а мы часто уходя домой после рыбалки высыпаем много корма туда а потом надеемся поймать на следующий день что-то ну как вы видите она откармливается хорошо и потом очень гала реагирует на наши все попытки поймать ее вот изредка видите что-то выбирает хотя там и мотылек лежит на дне а на льду кажется что рыбы нет вот одна подошла мелкая опа попалась кажется что рыбы очень мало практически нет и вы увидите дальше что и рыбы очень много под водой но она никак не показывает себя свое присутствие вот опять тронула ну топ хоть поклевочка видна была после такого прикосновения рыбы неплохая плотва есть но она очень вялая перекормилась хотя вот продолжает все равно что-то находить интересное для себя как видите это совсем не то что когда свеженькая лунка только прикрышенная и подходит плотва она бурно реагирует на насадку одна за одной хватает и попадается активно заглатывает а тут она вот может подойти по посмотреть и уйти все это заторможено медленно нельзя перекармливать лунку маленькими-маленькими пучочками надо подсыпать прикормку когда вы ловите и даже ну это на небольшой глубине и при малом течении тут глубина где-то полтора до двух метров и соответственно тут не надо много корма кидать маленькими щепоточками во время клева чтобы только поддержать его только завести рыбу на поклевку над ней он и крашеная выня лежит и мотылек там вот она подходит попробует но активности никакой вот подходит до мотылька по пощипала его пощипала и даже не заглотила активно опять щепнула мотылька и все нет активно заглота крючка насадку не хватает постепенно начинает опять подкармливаться но опять же таки берет не насадку на крючке а прикормку явный перекорм лунки явный а наверху на льду кажется что рыбы там очень мало или практически нет случайная подходит рыба случайные подклевки на большой глубине там где большое течение там можно самосвальчик опустить выгрузить прикормку там она сработает она с больших расстояний соберет рыбу голодную а тут после 3-4 дней прокармливания конечно она сытая на прикормке практически все зло было вот вот начала кормиться но опять же видите только прикормку она привыкла к ней уже он животы подъедала плавает фузатая уже когда достаешь ее с нее уже не зелень идет а именно прикормка это явный перекорм рыбы показатель перекорма лунки с в конечно какой то сплекс сплеск активности конечно может произойти вне в определенное время в суток дождетесь ли его или нет надо посидеть подождать, а может и не будет так что конечно день то короткий зимой особо ждать не хочется так что главный вывод не перекармливаем лунки особенно на мели подходит, видит падающую наживку но не вперед может конечно и день такой может сегодня не клевый день но тем не менее она все равно кормится видно что кормится со дна явный признак перекормки по головам мормышкой она даже не реагирует прекрасно пиорочка гуляет вместе с подвой но такая же неактивная вот поклевка таки одна плюнула посмотрите сколько прикормки поднялось она уже в взвешенном состоянии великолепная иллюстрация перекормки лунки вот пожалуйста понятно что на льду там сверху будет казаться что рыбы нет а ее тут просто вала спугнуло спугнуло поклевочка вот еще одна поклевочка все вся прикормка наверху ну вот и все по этой теме с вами был Антонович здоровья и удачи вам в жизни и на рыбалке и на рыбалке удачи